Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои ценители, любители парфюмерии! Очень рада приветствовать всех в инофисе на канале! И если есть те, кто впервые меня видит, сегодня меня зовут Элла. И здесь у меня все про ароматы и парфюмы. Друзья мои, пришла и к нам наконец-таки... Наконец-таки! Лучше бы она не приходила июльская жара. И, в общем-то, пришло время поговорить о фаворитах июля месяца. Те парфюмы, которые сама сейчас активно ношу. Как всегда, неординарная подборочка, все ценовые категории, много бюджетных, интересных ароматов. Сегодня я расскажу о парфюмах, вот этих, которыми я сама пользуюсь. Кому это интересно, оставайтесь сегодня со мной. Кто не подписан на мой канал, если вы тоже любите парфюмерию, любите вкусно пахнуть, подписывайтесь. Будем вместе узнавать что-то новое в ароматах. Как обычно, берите что-то вкусненькое, устраивайтесь поудобнее и поехали! И, друзья мои, как я уже сказала, к нам пришла жара. Вот эта африканская жара, которую вам все обещали, обещали, но она все не приходила, слава богу. Вообще, в этом году что-то ужасное с погодой происходит. Вы знаете, что я на своем веку не помню, чтобы здесь, в Талии, до середины июля мы не включали даже кондиционер. То есть температуры были такие, знаете, нормальные, все время какие-то дожди, грозы периодически. И температура была комфортная. Я очень балдела от этого, потому что я устаю от жары, в последнее время ее не люблю. А вот наоборот мне писали, что и в Питере жара, в Беларуси какая-то ужасная жара, даже в Сибири уже жара была. А у нас вот только сейчас она началась. Поэтому то, что я вам делала видео уже про июльские ароматы, говорила, почему бы не носить какие-то интересные, даже гурманские ароматы, более тяжелые, вполне возможно. Да, пока жара не переходит определенной границы, то есть уже когда больше 32 градусов, уже не хочется таких ароматов. Поэтому у меня сегодня определенный будет аромат. И начинаю, как всегда, с моего любимого Келена. Достала свой один из любимчиков, хотя аромат очень неординарный, без затеста никому не советую. Это у меня тамазер Розы Сонайс. Розы на льду. Вы знаете, я люблю этот аромат именно летом. Отлила вот из флакона, потому что флаконы такие неудобные. У меня он уже пытался упасть, поэтому я думаю, во-первых, такой атомазер всегда удобно в сумочке носить. И вы знаете, отлила вот для сумочки вот это сделала атомазер и запрятала так хорошо флакон. Готовилась к этому видео, уже неохота была сдавать проститься меня, друзья. Я действительно его так заставила, думаю, ну зачем мне же вот этого хватит. Как-то не подумала. Но, тем не менее, выложу фото флакона. И я вам говорила, друзья мои, розы найду. Кто смотрел мою давнюю видеораспаковку, когда только появился у меня этот аромат, у меня было некое разочарование. Я люблю ноты розы. И я когда делала распаковку, когда его получила, я вам сказала, что я кроме какого-то свежего огурца ничего не слышу. Никакой розы. Но вот не зря я говорю, что ароматам Киллина нужно давать и второй, и третий шанс. Я их люблю все практически, которые вот у меня есть. И этот аромат тоже. Во-первых, он настоялся. Во-вторых, в жару. Вот сейчас я его надеваю, и я вот слышу, прям вот задумку, понимаю парфюмера. Этот аромат создал, кстати, вышел он в 2020 году, как только вышел, я вот его купила. Фрэнк Фойлкл. Фойлкл. То есть это парфюмер, которому, ну, очень такие интересные композиции даются. И вот это одна из них. Здесь вот сочетание, действительно, огурца, лайма и можжевельника на старте. Вот вокруг этой розы, да, и роза в сердце. Ну, база здесь это, если я хорошо помню, мускус и сандал. Так вот, друзья мои, вот здесь эта роза, почему я говорю задумка парфюмера? Она действительно подмороженная. Не зря название розы найду. И вот представьте себе, я даже делала эксперимент. Вот заморозьте розу, а потом достаньте. Она не будет пахнуть, как роза. Пока она будет размораживаться, она дает, вот знаете, запах зелену, вот своих зеленых листочков, сцебля. Вот появляется какая-то зеленость вот в этом свежем аромате. Но ты понимаешь, что это вот именно зеленость розы, а не какого-то другого растения. И вот это действительно замороженная роза. Огурец вот здесь дает вот эту вот свежесть. Вот эту вот, я бы сказала, то, что мы говорим, водянистость, да, звучание вот этому льда, если хотите. И вот честно вам скажу, при первом зоотесте я очень хорошо слышала эту ноту. Вот сейчас я огурец слышу еле-еле-еле. Слава богу, это не вот этот вот соленый огурец, да, а вот именно свежий. Вот когда вы только свежесть грядки разломили, вот эта свежесть, огуречная водянистость скорее слышится. Но вот то, что сейчас классно слышится в этом аромате, и то, что мне очень нравится, это терпкость можжевельника. Вот я бы сказала, что этот аромат больше, чем про розу. Кто любит розы, не ищите здесь вот розу, правда. И аромат очень такой необычный. Я вот вам сказала еще тогда, что это ниша-нишевая. Если мы говорим, что ниша, это необыкновенное какое-то особенное звучание, не для всех, то вот этот аромат, да, я абсолютно могу отнести вот к нишевому-книшевому звучанию. Вот это необычные можжевеловые розы. Вот терпкость можжевельника. Вот это вот на заднем где-то плане свежесть вот этого водянистого огурца, который ценяет вот эту замороженную розу. Вот с холодным ее листью, вот оттаившими листочками, стеблем. И это даже не распустившаяся роза, а бутон, потому что вы не можете добраться вот до запаха самого цветка. Вот это вот свежая зелень и терпкость можжевельника. Шикарный аромат. Мне нравится он летом, он не то, что освежает особо, а есть у него вот эта приятная вот эта терпкость, которая тебя не душит и даже в жару, и ты ее ощущаешь. Вот первый аромат, в котором я почувствовала ноту можжевельника. Вот прям очень-очень хорошо и явно. Поэтому это не совсем про розу. Ни в коем случае не советую без затеста покупать. Ну а кто любит неординарные ароматы, вот прям капелюшечку, если раздобыть, попробуйте. Потому что это вот для расширения парфюмерного кругозора, альфакторного кругозора очень классно. Великолепный аромат розы на льду. Буду его сейчас носить. Именно летом в жару я его ношу. Ну а следующий аромат, парфюм, который купила сознательно, маленький объемчик. Аква Легория, линейка от Герлен. Всю линейку люблю. Классные ароматы. Бергамот Калабрия. Покажу в коробочке, потому что вот эти малышки 10 мл. Очень классные, я прям советую. Они бюджетные, в том плане, что, ну, конечно, маленький объем платишь меньше. Но очень удобные для сумочки. Вот так вот бросил. И очень удобно, места мало занимают. Очень классный здесь тоже распылитель. И вы знаете, Бергамот Калабрия. Ну что там говорить? Калабрийский Бергамот, он славится своим ярким цитрусовым вкусом. Вот этой кислостью, да. Это все тот же, ну, кто не знает, что такое Бергамот. Это можно сравнить с вот, ну, лимон, только это особенный. Они в основном зеленого цвета. И у них еще более вот эта вот ярко выраженная кислость. И корочка более терпкая, если вот ее убрать. Да, вот не зря она в основном зеленого цвета Бергамот рисует. Ну и вот здесь вот Бергамот, он безупречный. Вот в этом аромате Бергамот Калабрия, вот чистый Бергамот на старце. Как будто вот прям в рот взяли лимонку этого, ой, лимонку, дольку вот этого Калабрийского Бергамота. Раскусили и слышите вот эту вот кислоту, которая кислый, очень яркий цитрус. И плюс еще моя любимая нота Петит Грейн, которая дает дополнительно вот эту зеленую терпкость. Петит Грейн, все время повторяю, кто не знает, это листочки цитрусовых деревьев, в том числе апельсинового дерева. То есть, которые имеют уже свою вот эту вот не просто цитрусовость немножко звучание, но вот эту терпкость. Поэтому здесь вот этот кислый Бергамот, вот этот терпкость, все прекрасно звучит. В сердце это вот, знаете, пряные ноты, но они вот абсолютно не слышны. Здесь сердце имбирь и кардамон. Вот правда, я прекрасно знаю, как звучат эти обе ноты, и я не слышу неявного кардамона. Он такой, знаете, слегка намеком. И такая же имбирность, легкая, невесомая, тоже не заслоняющая с собой все, потому что яркую имбирность тоже некоторые не любят. Так вот здесь в основном, конечно, название Бергамот и вот эта основная такая, знаете, красная линия, вот эта свежесть этого цитруса. Другое дело, что такие цитрусовые ароматы, конечно, быстро слетают. Этот аромат средняя такая, стойкость, где-то 2-3 часа я его слышу, потом не зря я купила такой объем, чтобы обновить. Конечно, цитрусы слетают. В общем, пряность вот эта такая имбирно-кардамоновая немножко слышится. Ну и база здесь древесные ноты и нота белого мускуса. То есть тоже мускус несвербящий, такой нежный. И аромат свежести, такой освежающий, как, знаете, такой прям взрыв вот этого цитруса. Обожаю такую свежесть в жару. Иногда вот хочется именно такого. С удовольствием буду носить. И кто любит яркие цитрусы, Бергамот Калабрия от линейки Аквалегория, если это линейки Герленовской, советую. Ну и следующий парфюм, друзья мои, это мой нынешний запой. Аромат, который в прошлом видео делала распаковку. Это лимитка этого года, 24-го, от Жанна Поли Готье. Вот этот фланкер классик Pride 2024, вот в этом белом расписанном флаконе. Недавно буквально в видео распаковку мы делали, рассказывала. Поэтому долго не буду, скажу только, что этот аромат вот сейчас в жару звучит прекрасно. Свежесть вот этих белых цветов, немыльных. Вот этот апельсиновый цвет, нероли, который я здесь полюбила, вот немылящиеся, а такие яркие, красивые. Ну и, конечно же, тоже с цитрусами на старце, поэтому этот аромат со старта свежий. Потом переходит вот эту бело-цветочную с толикой горчинки, о которой я говорила, в которой я даже слышу вот этот легкий такой намек на табачный лист. То, что мне нравилось, я ему говорила, вот это дает такое вот ощущение, такой кураж вот этой плохой девчонке. Вот это легкий намек на табак. Ну и белый мускус тоже не свербящий, тоже не какой-то там... И вот тоже белые сорта дерева в базе. Пирамида небольшая. И вы знаете, ну так гениально сделано. Для кого-то это слишком простое звучание. Он говорил, кто-то потестит и скажет, Элла, ну что вы там нахваливаете? Ну да, белые цветы довольно яркие, с такими легкими цитрусовыми нотами. И все. Но, друзья мои, что мне в этом аромате очень сильно потрясло и понравилось, это именно как они звучат. Потому что вот эта белая цветочность, в том числе апельсиновый, это не роль, они всегда обычно мылятся. И дают немножко неприятное для меня какое-то пластиковое звучание, которое я не люблю. Вот здесь этого нет. Вот здесь абсолютно какая-то натуральность, вот доходящая до какого-то, я вам говорила, как будто ее прям вот вырисовали, каждую деталечку. Ничего не стирается, вот эти грани. И мне это очень нравится. Обожаю этот аромат. Я вам сказала, у меня сейчас запой. Руки тянутся. Я боюсь, что эта сотка у меня очень быстро уйдет. Хотя я тут себе наприготовила целую кучу ароматов, но очень часто, вот правда, пользуюсь этим. Тянется рука, собирает комплименты. Меня спрашивали, вот знаете, что это за аромат. Еще момент, то, что мне очень нравится в этом аромате, то, что здесь нет намека на сладость, никакой ванили, никаких бобов тонко. То есть, то, что сейчас суется везде и вся. Вот этот аромат сохраняет свежесть из белых цветов и никакой сладости. Очень классно. И меня спросили, что это за красивущие такие цветы. Я сказала, что это за парфюм. В общем, этот Pride Edition очень-очень люблю. И, в общем-то, советую многих, кто любит, ну, то белых цветов. Ну, и еще один такой банальный аромат достала. Буду пользоваться сейчас, потому что, во-первых, я его купила. У меня никогда его не было в коллекции. Именно классического Light Blue от Dolce & Gabbana. Вот этот флакончик, который знает все и вся. Вы знаете, никогда у меня не было, потому что я его именно не любила за его банальность. За то, что, например, у нас здесь в Италии каждый второй летом им пахнет. Хотя фланкеры, я вам о них рассказывала. Вот последующие, которые вы ходили, я люблю многие. Они у меня в коллекции есть. Но вот эту классику почему-то не брала. Но, опять же, под Новый год были шикарные скидки на наборы. Я вам показывала. И именно в наборе я приобрела вот в таком красивом с кремом для тела. Здесь еще крем для тела покажу. Которыми я обычно, ну, не доходят у меня руки. Но вот надо, надо, чтобы дошли и попользоваться. Даже не знаю, интересно вам это или нет. Кто смотрел распаковку, уже видели. Крема парфюмированные. Они тоже классно пахнут. Вот крем для тела. Ну, и вот здесь вот этот аромат. По-моему, это 50-очка, да, 50 мл. И вы знаете, вот, начала его сейчас тоже носить. Я поняла, что очень зря, что я когда-то недолюбливала. Все-таки классика. Есть классика. Первый этот аромат. Он звучит приятно, звонко, женственно. Тоже очень много комплиментов собирает. И, кстати, я его тоже купила не просто потому, что была скидка. А то, что в прошлом году, знаете, вот на моей знакомой услышала аромат. Сама-то я всегда там в какой-то нише, там в чем-то там пахну. А тут вот слышен у нее такой приятный запах, вот манящий. Хочется рядом быть, ощущать. И что-то такое знакомое, и ты не можешь, и думаешь, ну вот, не дает покоя тебе. Я спросила у нее, она говорит, так это же Dolce Gabbana Light Blue. Обычный классический Light Blue. Я думаю, ничего себе. Я его все время игнорю. А оказывается, он так приятно пахнет со стороны. В общем, ношу сейчас с удовольствием. Здесь вот это сочетание яркого, звонкого, вот этого зеленого яблока с цитрусом. Тоже вот этим вот классным вот итальянским лимоном, сицилийским лимоном. Знаете, Италия славится своими цитрусами. И вот здесь вот это яблочко очень звонко подчеркнуто вот этим цитрусом. Вот за это, наверное, люблю этот аромат. Но здесь еще в стартовых нотах есть интересная нота-колокольчик. И вы знаете, голубой, конечно же, его все рисуют. Я теперь поняла, почему у этого аромата вот такая нежно-голубая крышечка. Потому что вот в стартовых нотах есть еще вот этот нежный голубой колокольчик. Ну, еще то, что если говорить о старце, по-моему, здесь, да, нота кедра. И, кстати, друзья мои, вот этот аромат, самый первый Light Blue, которому уже много-много лет. Он вышел в 2001 году. Первый раз сделал великолепный Оливье Кресп. Выдающийся парфюмер, на счету которого немало бестселлеров. Но я считаю, Light Blue это тоже своего рода бестселлер. Для лета он незаменим, как оказывается. Ну, и то, что касается средних нот, здесь нота бамбука зеленого слышится. То, что дает ему свежесть. Белая роза, жасмин. И амброво-древесно-мускусная база. Это вот моя самая любимая база. Мускусы, кедры, амбра. И вот это вот, знаете, со старта свежее, игривое. А вот уже потом такое мягкое, приятное, женственное звучание. Такое чуть-чуть сглаживающее, уже такое приятное. Уже нет вот этой, знаете, яркости цитрусов. А что-то такое мягкое, манящее, приятное. Вот в этом аромате очень приятное. Он мягкий. Он даже вот на старте нет вот этой, знаете, бьющей нос цитруса. Вот эта сладость яблока, вот этот мягкий колокольчик, вот уже дает ему какую-то мягкость и женственность. Ну и, в общем-то, в целом он хороший, зря от него воротила нос. И вот, знаете, вот даже есть у него еще какая-то вот эта вот не кремовость, а вот весь флакон, он такой вот всегда вот как непрозрачного цвета, а, видите, матового. И вот такое впечатление, как будто он звучит вот так мягко-матово, да, то есть непрозрачно как-то звонко. А вот что-то в нем есть такое мягенькое, такое сглаживающее. Вот как вот этот вот непрозрачный флакончик. Не знаю, прям так очень хорошо сочетается. Содержимый с самим флаконом, вот по цвету, по оформлению. В общем, этот классный аромат, который сейчас в жару, тоже классно у меня пошел. И я, в общем-то, с удовольствием сейчас ношу. Не понимаю, почему у меня такое у него было предвзятное отношение к этой классике от Dolce & Gabbana. Ну, а следующий аромат, друзья мои, я уже о нем тоже говорила, но он меня настолько поразил, причем вот с первого затеста в самое сердце, что я его летом, конечно же, ношу, потому что мне он очень нравится. И, вы знаете, я вам больше скажу, не знаю, снимет его марка или нет, я купила даже дубль. И этот аромат, и, по-моему, схватил вот этот новый дубль, да, вот этот новый флакон, потому что он без слюды шел. Вот этот вот аромат Airbae от L'Occitane Provence. Я вам показывала вот этот треугольный красивый флакончик с такой, знаете, трубочкой зеленой внутри. Это 50 миллилитров, да. И вот эта вот крышечка с какой-то вот этой вот соломкой. Все говорит о каком-то натуральном звучании. И, конечно же, он ярок, красив, тоже по-летнему такой, знаете, забористый. И я говорила вам, что здесь мне потрясло сочетание, вот, знаете, здесь ежевика, такая сладковатая нота, в общем-то. Шиповник – это единственные ноты, которые дают вот какую-то еле ощутимую сластинку. А на самом деле этот аромат про зеленые ноты. И основное то, что я здесь слышу, поскольку здесь цветок крапивы и листья крапивы, то есть сама крапива, я вам говорила, что у меня такое ощущение, как будто прям выжали вот этот зеленый сок крапивы. И вот прям вот свеже-свеже его чувствуете. Настолько вот яркое какое-то забористое зеленое звучание. Конечно, здесь и другие ноты есть. Здесь ноты шалфея, я вам сказала, вот шиповник, то, что дает такую сластинку. Никаких, по-моему, цитрусовых нот здесь нету. А нет, и бергамот есть. И, кстати, еще мы любим розовый перчик и амбретто. То есть есть бергамот, может быть, то, что свежесть дает. Я почему-то думала, что вот именно вот эта зеленость, она за счет крапивы и свежесть тоже. И, в принципе, да. Вот здесь основное это все-таки зеленость, потому что в базе здесь есть еще нота трава. И вот с этой крапивой она еще больше зеленушечки вот этой придает. Ну, еще в базе есть еще также мускус, нота кашмирана, бобы тонко, тоже кумарин. И нота меда, кстати, которая не сильно заслащивает аромат. Я уже вам сказала, здесь скорее вот какая-то фруктовая, такая легкая-легкая, такой намек вот на, знаете, даже не назову, что здесь какая-то сладость. Удивлена, что вот нота меда, потому что я всегда ощущаю его как больше зеленым, таким, знаете, сочным, с какой-то легкой такой вот, ну вот, ежевичной сластинкой. Очень интересный аромат. Насколько он меня потряс своим звучанием, я вам говорила, вот первое нанесение, такой взрыв эмоций, потому что у него очень тоже необычное, обсклонившее звучание. Я вам говорила, что вот по стилю, не по похожести, а по стилю то, какое впечатление произвел аромат Брекин от Анмуаш, вот тоже своей какой-то пронзительной зеленостью, какой-то такой, знаете, вот, прям вот ошарашивающий выложу фото Брекин. Вот этот аромат такое же на меня впечатление по эмоциям произвел, но звучит он немножко по-другому. И, конечно же, он неординарный. От него иногда даже устаешься, что и как хорошее, вот от этого такого звучания, он немножко монотонен, это единственный, наверное, его минус, вот слышится вот эта яркость, яркость вот этого какого-то чуть монотонного звучания. Но я его не так часто ношу, мне нравится все в нем. То, что мне нравится, то, что в жару я немногие ароматы переношу, его я переношу прекрасно. Ну и, кстати, я уже все ближе к более бюджетным. Марка Локситан, конечно, не такая бюджетная, как мне писали у нас тоже, но со скидкой мне достался бюджетный этот аромат. А вот это точно бюджетная позиция, показывая в коробочке, потому что это любимые мои ароматы. Рубарб, Робарбара по-итальянски, Ревень. Вот здесь даже нарисован Ревень от марки Эрбалайо. Об этом, с вами любимчики, я вам часто рассказывала. И это еще один аромат, который меня потрясает вот своим переходом. То есть, конечно, он про Ревень. И яркая нота Ревеня со своей кислинкой, вот особой кислинкой, не сравнить, да, с цитрусами, она слышна. Я даже не буду вам говорить все ноты, хотя пирамида у него очень интересна у этого аромата. И есть и цитрус на старте, есть вот лист фиалки, который дает всегда какую-то бархатистую звучанию аромата. Кстати, даже шафран на старте и нота кардамона. Но то, что основное со старта слышится, это, конечно, кислинка Ревеня и вот эта вот терпкость чайного листа. Сочетание Ревеня с чайного листа делает его удивительно летним, удивительно освежающим, классным жару. Но то, что его тоже смягчает, это уже такие мягкие базовые ноты. Здесь, по-моему, даже есть ваниль, и он так немножечко, так, знаете, да, ваниль заслачивается, и амбра, и бобы тонко. И поэтому он, знаете, так скругляется, как мы говорим. Немножко мускуса, который тоже такой неявный. В последнее время я не люблю такие свербящие мускусы. А здесь вот все приятно. И если со старта он такой прям супер освежающий, вот этой кислинкой Ревеня, вот этим таким цитрусом, да, который вот поверх еще кислинки Ревеня слышится. Чайный лист, вот эта свежесть чайная слышится. То к базе, я вам сказала, он смягчается настолько, что он становится каким-то неимоверно женственным. Я считаю, это унисекс. Мужчинам и женщинам можно носить. Но вот в базе за счет этого ванили и бобов тонко он, конечно же, становится более женским. Очень приятно звучащим на коже. Тоже собирает комплименты. Это у меня в запас я купила сотку, потому что у меня была пятидесяточка. Этого аромата она почти закончилась. А вот это недавно купленная сотка. Я запаслась. Не знаю, по-моему, то ли снимают, но я видела в продаже в Арбалаве этот аромат. Бюджетная позиция сравнительно, в сравнении с люксом. Но звучит классно. Освежает, обожаю его на лето. И вы знаете, для своей цены, я считаю, это прекрасный аромат. У Hermès есть вот в красном флаконе дорогой у нас аромат с ревенем. Никогда не выговорю название, поэтому выложу в флакончик и напишу название. Так вот, друзья мои, этот аромат на него чем-то похож. Ну, конечно же, прежде всего, ревенем. Но мне Hermès'ский аромат уже и не нужен, потому что у меня есть вот этот красавчик, вот этот Робарбара от Арбалайо. С удовольствием летом его ношу. Да и не только летом, кстати. Этот аромат вообще классный. Любимчик, кстати, из Арбалайо. У меня много ароматов. Я почти, ну, многие люблю. Еще один бюджетный парфюм, которым с удовольствием сейчас буду пользоваться. Иногда хочется, знаете, такой отличной, от цитрусовой свежести, чего-то другого. И это аромат от бюджетной марки Roger Gallet, который называется Tevert. Tevert, то есть зеленый чай в прямом смысле. Это еще старый дизайн флаконов от Roger Gallet, который мне очень нравится, с такой какой-то гравировочкой сази. У меня это прям соточка. Я купила этот аромат и носила его чуть-чуть прошлым летом. Сейчас достала, и меня он тоже покорил вот своей терпкостью чайного листа натуральнейшего. Здесь тоже есть цитрусы, но цитрусы, они здесь даже не могут перекричать, перекричать вот терпкость чайного листа. И здесь вот свежесть вы чувствуете за счет терпкости чая. Такое впечатление, как будто, вы знаете, вы прям вот самый дорогой листовой чай вот чуть-чуть намочили кипятком, он так разбух, настолько он терпкий. И вы его, конечно, это зеленый чай, не черный, потому что прям слышится, что это вот зеленый чайный лист. И вы его обоняете, и слышите вот все вот эти теины, вот эти вот его частички, вот эта его терпкость. Вот так звучит этот парфюм. Хотя у него тоже здесь есть, по-моему, даже яркий лимон, вот помимо вот чая, да, не лимон, а грифрут. То есть это яркий цитрус, который, кстати, очень люблю. Тот же самый юзут терпки, он тоже здесь есть на старте. Но основная нота, это, конечно же, чай, чай, вот этот вот хорошо звучащий именно такой лист чайный, натуральный, такой благородный, дорогой чай. Ну и база, в смысле, и древесная нота, бирджинский кедр здесь немного, но цитрусы, чай и кедр. Но вот прям даже так с флаконой, когда наносишь, все-таки вот эта чайная терпкость, это один из ароматов, где вот прям терпкость чая слышится в чистом виде зеленого листа. За этого люблю. Звучит он очень интересно, благородно, тоже так, я бы сказала, гораздо дороже своих денег, и освежает вот эту терпкость чая. Я в жару чайные ароматы очень люблю, и этот мне нравится тем, что нет вот этих вот цитрусов-цитрусов, потому что, правильно, чай сосчитают с цитрусами, и очень часто цитрусы перебивают в самоизвучании чая. Вот этот аромат от Роджер Галли тоже с удовольствием сейчас буду носить, и он очень бюджетный, вот эта соточка, по-моему, 19 евро или 20, в общем, эта марка бюджетная, я не часто в последнее время говорю, так что, друзья мои, у меня есть доступ, кто-то мне писал, нет, у нас дорогие эти ароматы, за большие деньги не советую, потому что это водички, это определенная такая позиция, поэтому по хорошей цене, да, за большие деньги, наверное, не стоит покупать, лучше купить что-то, люкс или нишу. Ну и последний из этой подборки, самый бюджетный, ну как самый бюджетный, ну аромат от Zara, это тоже мой такой любимчик сейчас запойный, это Leather Fever, то есть горячая кожа, пламенная кожа, как мне писали перевод, новинка Zara в этом году линейка стояла на мужской полочке, я когда сделала обзор, я уже сделала распаковку этого аромата, говорила, что это какая-то прям женская версия ганимеда, как мне показалось, это действительно так, вы знаете, такая ганимедша, как я назвала вот эту вот горячую кожу, потому что в этом аромате вот все классно, то, что мне нравится, даже в жару он меня не душит совершенно, то есть, и мне когда-то хотелось себе ганимед, но слава богу, что у меня был отливанчик, я поносила, решила, что нет, ганимед меня слишком довел своей минеральностью, знаете, вот этой древесностью, вот этот роман, что мне понравился, почему я говорила, что это женская версия, здесь тоже есть вот эта минеральность и древесность, но облегченная в разы по сравнению с ганимедом, хотя ганимедовость вот узнается в этой минеральности, вот честно вам скажу, и то, что дает ему именно женственное звучание, это то, что добавили вот эту вот яркую, сочную, сладкую грушу, поэтому вот здесь такое мягкое звучание этих минеральных нот, вот этих древесных нот за счет вот этой сладковатой груши, я обалдею от этого звучания, здесь эта шероховатость кожи, вот эта сладковатость груши, минеральность и чуть-чуть вот этой древесности, вот не зря я ему дала такое название ганимед, что действительно ганимед в женском обличье, если хотите, женская версия, обожаю, даже все время думаю кинуться что ли еще в запас купить ну, этой сутки, конечно, мне надолго хватит, хотя у меня прям тоже прям запой был, сейчас я немножечко его оставила но все равно вот летом в июле буду с удовольствием носить, все, друзья мои топ-8 ароматов июля любимчики, фавориты, как хотите ну, то, что буду сейчас носить, от вас жду в комментариях, что вы напишите о своих ароматах, ну, хотя бы один-два, которые сейчас активно носите, если что-то из этого видео вам понравилось, ставьте лайк всегда, мне это очень приятно я с вами надолго не прощаюсь, увидимся скоро, как всегда, в моих новых видео, всех вас люблю, всех вас целую, всем пока, мои дорогие